сегодня пасха там народ собрался осветить куличики у нас конечно не корзиночка просто сумка позорная люди идут с красивыми корзинками все и а 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 мы сегодня приехали в один район пражский с очень необычным для чехии названием называется этот район трое кстати здесь очень 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 дорогая недвижимость на трое ну и почему район так называется с чем это связано конечно же мы расскажем и все покажем а еще здесь на трое вот есть как красиво там внутри это бразильское посольство но не только бразильским посольством знаменит район трое а красота красота какие домики здесь а посольство туниса да посольство туниса бразильское красивее было не знаю смотря где ладно сегодня мы побываем с вами в трое в ней конечно не живет ахиллес с лицом бреда пита и вообще находится она не в турции а в праге и является одним из районов города да да один из пражских районов называется ни много ни мало трое а получил это громкое название вполне себе обычный район города благодаря замку который здесь расположен прекрасный тройский а по-русски троянский замок носит еще одно неофициальное имя пражский версаль замок и парк вокруг него действительно прекрасный и мало кого оставят равнодушным так например во время своего визита в прагу мадонна та которая певица выбрала этот замок для празднования дня рождения своего сына кстати троянский конь здесь тоже имеется причем живой с гривой и копытами и живет он прямо напротив замка в компании крокодилов бегемотов обезьян кошелотов зеленого попугая и других животных в одном из лучших в мире зоопарков а именно в пражском зоопарке который находится через дорогу от замка троя давным давно на месте нынешней трое была деревня и мельница а еще несколько усадеб владельцы которых выращивали виноград и делали вино деревня называлась овнец или овнец но в конце 17 века здесь для графа вацлава войтыха из штенберга построили замок который стали называть тройским и так почему же трое что общего у этого великолепного замка который называется чешским версалем пражским версалем строей все дело великолепной монументальной лестнице которая мы вам сейчас покажем и расскажем когда-то давным-давно миром правили титаны могущественные существа дети земли и неба геры и урана они были великими господами мира на протяжении долгого времени но ничто не бывает вечным и господству титанов пришел конец кронос младший из титанов свалил своего отца урана с престола обезоружил его и бросил в бездну тартара кронос был самым сильным и жестоким из титанов никто не мог устоять перед ним и никому не удавалось ему воспротивиться он взял в жены свою сестру рею богиню земли и плодовитости и породил новых богов однако кронос не пытал к ним нежности и даже испытывал к своим детям ненависть потому что ему было известно пророчество которое гласило что один из его сыновей поступит с ним также как он сам однажды поступил со своим отцом кронос расправлялся со своими детьми сурово он немедленно поглощал новорожденных лишая их возможности вырасти но мать рея отказывалась примириться с трагической судьбой своих детей однажды ей удалось спрятать одного из них которого она назвала зевсом маленького зевса она укрыла на острове крит а кроносу дала вместо сына камень обернутый в пеленке кронос не разглядел подмены и поглотил этот булыжник зевс рос на крите среди нимф которые любили и заботились о нем прошло время и зевс стал взрослым тогда он и отправился на олимп туда где обитали титаны юный зевс решил освободить своих братьев и сестер поглощенных кроносом и занять его трон и для реализации задуманного он сочинил хитроумный план зевсу удалось подменить напиток кроноса с надобьем которая вызывала рвоту ничего не подозревающий кронос выпил отвар и извергнул все что он ранее поглотил так зевс освободил своих братьев боги не простили кроносу свои обиды и объединились под началом зевса против отца а заодно и против всех титанов и начали битву с ними за власть над миром это была жестокая борьба протянувшаяся на 10 лет с небес раздавались громовые удары и сверкали разящие молнии зевса земля дрожала под мощным шагом титанов а море вздымалось от волн посейдона и боги победили титанов и это была блистательная победа зевс заключил кроноса и побежденных титанов в тартар бездну под землей где им предстояло терпеть вечные страдания и только немногие титаны смогли избежать этой несчастливой участи например примкнувший к богам титан прометей так и завершилась эпоха титанов и наступила эпоха олимпийских богов в общем когда-то все гости этого замка дворца мои хозяева собственно поднимались вверх во дворец по этой лестнице а сегодня парадный вход к сожалению закрыт а это великолепная лестница украшена фигурами древнегреческих богов и поверженных в тартар титанов вот такая красивейшая лестница вот такой красивейший дворец я не могу это замком этот самый настоящий дворец и все это здесь в тройском в троянском в дворце да вот это зевс прямо виджет вот это афина возле афины аполлон ну а это марс также эдик только что сказал что это все вот это например точно не оригинал это подделка не все конечно здесь подделки вот это подделка миха сзади подтверждает оригинальные статуи спрятаны граф вацлав вольтых штернберг был настолько очарован утопающими в зелени роскошными вилами в предместьях рима что решил воссоздать частичку вечного города для себя в праге автором архитектурного проекта стал француз жан-батист матеи который опирался в работе на классические образцы римских палаццо центральный вход во дворец украсили двойной лестницей со статуями и бюстами которые изображают битву титанов с богами олимпийцами так как познания простых жителей праги о греческой мифологии в то время заключались только в отголосках легендарных историй про троянскую войну то именно троей и стали называть в начале новый дворец а потом и весь район важнейшей достопримечательностью тройского замка считается императорский зал также называемый гавсбургским его настенные потолочные фрески прославляют решающую победу над османами более всех сюжеты фресок возвеличивают императора леопольда первого который даже не принимал участие в битве замок троя должен был стать не только летней резиденцией семьи штернберг но и местом отдыха императора и его свиты во время охоты в ближайших охотничьих угодьях строительство тройского замка было завершено в 1689 году а в 1702 году замок был удостоен визита императора граф штернберг принимал на свои загородные вилле леопольда первого пришли мы в замок пришли мы в замок там очередь за билетами билет стоит 200 черских крон фотографировать и снимать на видео внутри слава богу можно а фотографировать здесь есть что я обязательно покажу вам это итак купили мы билеты и зашли в замок людей мало что очень хорошо первый зал посвящен гесперидам они сторожили сад с деревом на котором росли золотые яблоки гераклу поручили принести из сада гесперид три яблока одно из которых впоследствии стало яблоком раздора и привело к троянской войне ну а мы вернемся к истории тройского замка семья штернберг владела замком почти сто лет а во второй половине 18 века здесь начали не просто принимать императора но именно императрица мария терезия единственная в истории женщина занимавшая чешский трон стала хозяйкой тройского замка здесь императрица разместила институт благородных девиц кстати всю первоначальную мебель из тройского замка вывезла в вену именно мария терезия за следующее несколько столетий тройский замок сменил еще несколько хозяев в начале прошлого века последний владелец роскошного поместья меценат алоис свобода передал пришедший в упадок замок трое прекрасный парк и сады собственность государству единственным условием при передаче стало пожелание мецената чтобы замок и его окрестности использовались исключительно для общественных целей впоследствии на этой территории основали зоопарки ботанический сад а дворец после полномасштабной реставрации в 1989 году открыли для публичного доступа в наше время его часто используют для проведения свадебных церемоний и торжественных мероприятий например в 2009 году тройский замок арендовала певица мадонна для празднования дня рождения сына руку а мы приглашаем вас в императорский зал над его оформлением 6 лет трудились фламандские мастера используя технику микеланджело другие дворянские усадьбы того времени о таком оформлении могли только мечтать императорский зал это неприкрытая лесть графа штернберга роду габсбургов граф очень надеялся что император леопольд посетит его замок во время охоты чтобы доказать императору свою преданность он приказал расписать зал фресками воспевающими его военные успехи вот это центральный вход раньше был то есть раньше вы поднимались по лестнице с богами и титанами и заходили вот сюда жили же люди при такой красоты и очень очень нравится здесь всегда мало людей уже не первый раз мы приходим в троевский самок он очень красивый а людей здесь не били какой-то дорогой здесь просто стены и красивая роспись на потолках и на стенах а рядом вот буквально вот тут за уголочком зоопарк пражский в котором сейчас конечно же там пища ну и так из габсбургского зала зал называется габсбургским мы переходим в зал китайский а здесь у нас уже кто здесь у нас уже влада в китайском зале какая красота какая великолепная роспись на стенах на потолке люстры да и вот здесь пишут что в семнадцатом восемнадцатом веке в европе началась большая мода на китай чинасри фарфор лак чай а остальной товар который привозили из китая был очень дошелк я пропустил был очень востребован и очень дорогим поэтому делали имитации да поэтому делали имитации и вот собственно были китайские залы когда там в европе делали фейки да раньше в европе делали фейки китайские теперь да какая красота это собачка или кошечка китайский зал одним залом не ограничивается но мне нравятся такие собачки да лица хвостика а у твоей вообще прическа и потолок а какой потолок ну а мы переходим в новый китайский зал тут даже есть китайский китайская трюмо или как это назути комод комод а какой вид из окна тут наверное разводили камень какой столик какой китайский столик блин на вот 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 Китайские картинки подписаны на французском. Вот здесь написано «Красивая погода». Называется это. Красивая погода. И, кстати, здесь сейчас стоит уникальнейшая «Черная Мадонна». Вот она. В общем, кто знает, дом «Черной Мадонны» в Целетной улице, там, где находится кубистический ресторан, там за золотой решеткой стоит «Черная Мадонна». Так вот, вот та «Черная Мадонна» — это лишь копия. Оригинал здесь. Сейчас находится оригинал здесь. И вот это «Черная Мадонна», которую мы только что снимали. А вот такая. Вот это «Черная Мадонна». А знаете, чем еще гордится великолепный замок Троя? А вот чем. На склоне, за замком, граф Штернберг основал виноградник с винодельней, который он назвал в честь своей супруги Клары. Хотя историки утверждают, что уже во времена Карла IV на этом месте были и виноградники. Вина из Трои были известны в XIX веке даже в России. В 1871 году, как сообщали пражские газеты, русский генерал Аненков посетил Троянский виноградник и закупил большое количество вин для Санкт-Петербурга. В то время вино с виноградника святой Клары могло соперничать по качеству с винами бургундскими и австрийскими. Замок большой, но небольшой. Обошли мы его очень быстро, очень красиво. Доверю, здесь ценная вот эта роспись на стенах, на потолке. Очень все действительно дух захватывает. И вот здесь, если пойти на выход, то упретесь в кассы пражского зоопарка. Пражский зоопарк тоже, конечно, достойный внимания. А наверху Ботаницка, вот там перед нами, Ботанический сад пражский. Тоже очень красивое место. А сейчас великолепная лестница вообще пуста, никого нет. Но как только пришли, здесь было много людей. Тяжело было что-то снимать красиво. Ну вот, лень уже пересъемку делать. Вот сейчас вообще здесь пусто. Да и говорю, и в замке особо людей не было. Все в зоопарке. Какой красивый парк здесь. Сейчас плохо видно, но эти деревья все они такие красноватые. Центральная аллея Троянского парка делит парк пополам. И если продолжить ее со стороны южных, ранее главных ворот в сторону Пражского града, то она достигнет башни Кафедрального собора Святого Вита. И еще говорят вот что. Чтобы расположить замок именно под таким углом к Пражскому граду, строителям пришлось немало потрудиться. Ведь сюда съезжались высокородные охотники. И во время пиршеств считалось правилом хорошего тона устремить свой взор в сторону резиденции чешских королей. Окружающий замок, восхитительный парк в стиле французского барокко, это еще одна достопримечательность замка Трое. Парк Тройского замка создан в 17 столетии и считается одним из лучших пражских садов. Парк разделен на три части, которые расположены на двух различных уровнях и украшен статуями, вазами, беседками, фонтанами и скульптурами древнегреческих богов. Гости парка Трое любят прогуливаться по дорожкам садов, любуясь виноградниками, декоративными и плодовыми деревьями и невероятным видом на Пражский град. Ну, на этом на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Правда, Эдик с нами не был в Тройском замке. Потому что я похоронял собаку. Он охранял собаку. Вот, спасибо, что были с нами. В следующий раз мы увидимся в Берлине. Но, скорее всего, сначала я выложу видео 9 мая из Берлина. Сразу по горячим следам, когда мы будем 9 мая там. Вот. А потом выложу это видео. Ну, а потом, наверное, еще видео из Берлина выложу. Потому что мы там будем не один день. Так что, всем спасибо, что вы бывали с нами в Пражском Версале. Вот он здесь за стеной. Естественно, за стеной, исписанной вандалами. Коих в Чехии очень много, к сожалению. По камерству еще я не выключила камеру. Смотрите, какие здесь жилые комплексы. На Трое. Ладно, ведь резиденция. Централ Трое. Централ Трое. Цена на недвижимость здесь очень дорогая. Ну, сейчас, в принципе, в Чехии недвижимость просто так растет в цене. Мы так радуемся, что купили, успели купить квартиру еще по старым ценам. Причем в центре города. Сейчас бы мы уже, я не знаю, что бы все купили за эти деньги. Вот здесь тоже. Комплексы жилые. Какая красота в таком великолепном районе. Прямо напротив Тройского замка. Ну, наверное, теперь все. Может, что-то еще красивое, конечно, увидим. Но, я думаю, мы уже сейчас сядем в машину, потому что мы запарковали здесь все недалеко. Так что, еще раз. До встречи. До встречи в Берлине. Продолжение следует...